Доброе утро! Мы сегодня ранние пташки. Восемь часов утра, Тома котовозит детей, а мы вышли на прогулку. Такой красивый лес сейчас, и еще туман не ушел. Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Я заметила, что вам очень нравятся такие простые жизненные влоги с уборкой, с готовкой. Я согласна, что это очень мотивирует. Я сама смотрю другие девчонок и думаю, как они столько всего успевают. Нужно мне взять себя в руки и заняться домом, также детьми, что-то вкусненькое приготовить. И сегодня у нас с вами будет именно такой влогик. Обязательно оставайтесь со мной. Кстати, я сейчас жду очень классную вещь. Она должна ко мне приехать сегодня. И как только она появится на пороге моего дома, мы обязательно с вами распакуем и посмотрим, что к чему. Я обалдела, когда пришла домой. Я отправила Томака за цветами, за таким большим, довольно увесистым горшочком. И он еще и принес вот такую декоративную капусту. Выглядит это очень прикольно. Я раньше видела в ресторанах, где-то в таких декоративных клумбах. Они также иногда у нас посажены. Но домой мы никогда ее не покупали. Я даже не видела в продаже вот таких отдельных букетиков. Так оригинально, так симпатично. И издалека даже не подумаешь, что это капусточка. Она здесь разных цветов, как видите. Белая, фиолетовая. И вот на столе сейчас такой осенний натюрморт с ноткой зимы, потому что мандарины у меня напрямую ассоциируются с новогодними праздниками и вообще с зимой. Чтобы тыковкам не было одиноко, а то они маленькие, как-то вообще ни туда и ни сюда. Короче, Томак принес цветы. Очень-очень красивые. Они долго стоят, вот даже когда такие первые морозы, они выдерживают. Так что, несмотря на активную осень, у нас все еще цветочки. Я хоть и сегодня так совсем по-домашнему, но один из самых частых вопросов это, Оля, откуда твоя бижутерия? В частности, вот эти сережки. Они из Алиэкспресс, как, наверное, 95% всего, что у меня есть в коллекции. Я люблю бижутерию, или мне это самый простой способ разнообразить, как-то даже самые простые наряды. И я также не ношу золотые украшения. Я люблю что-то модненькое, что-то интересное найти. И я не люблю переплачивать, поэтому чаще всего я заказываю на Алиэкспресс. И у меня есть вот такие большие матовые золотые сережки, которые вы часто видите на мне. И также вот маленькие из наборчика. Я готовлю отдельный ролик со своими покупками. Там будет гораздо больше всего. Очень классных находок и для дома, и также жду шляпу, и костюм тоже такой прикольный. Недавно пришла ко мне подруга и говорит, Оля, что за комбинезон на тебе был видео? Я его покупала, оставлю вам тоже ссылку внизу, как и на мою любимую бижутерию. И, к сожалению, или к счастью, он был не великоват. И сейчас, вот 11 числа, 11 ноября на Алиэкспресс начинается их ежегодная распродажа. Я очень рассчитываю на то, что мне удастся купить костюм джинсовый, который немножечко еще со временем растягивается в нужном размере. У меня XS, S вот как раз хорошо садится на M-ку приблизительно. Поэтому мне нужно чуточку меньше. Также присмотрела там сапоги и очень-очень красивую посуду. Я постараюсь ставить вам фотографии на экране. Я как залезла на Алиэкспресс, столько всего интересного. Поэтому я уже готовлюсь к распродаже. Если вы что-то для себя присмотрели, то можете отложить себе в корзину, добавить в избранное и потом купить по более выгодным ценам. Кстати, в прошлом году я именно так и сделала. И да, более подробно расскажу о том, что я уже приобрела, что ко мне приехало в одном из видео, которое выйдет в ноябре ближе к распродаже. Поэтому обязательно оставайтесь на связи. Более подробно о распродаже вы можете почитать в инфобоксе, если у меня будет какой-то промокод. Так как я являюсь постоянным покупателем на Алиэкспресс, мне никогда ничего не присылали на обзор из Алиэкспресса. Ну вот бесплатно, да, то есть я сама заказываю, сама покупаю. И, кстати, когда приезжают посылки в Польшу, я никогда не плачу пошлину. И многие товары приезжают довольно быстро. Если вдруг у меня, как у постоянного покупателя, будет какая-то дополнительная информация, я поделюсь с вами в инфобоксе. Потому что это полезно, и вот там, чтобы ты не придумал себе, можно найти все. Я, кстати, для Микуси заказала несколько игрушек интересных таких. И вы мне присылали ссылку на специальную бутылочку, которую можно взять куда-то с собой в город, чтобы дать собаке попить. И ее я также купила. Такие всякие интересные штучки. И я также спрашивала у вас, какой робот-пылесос мне приобрести. И очень-очень многие хвалят марку Xiaomi. Xiaomi, я никогда не знаю, как правильно произносится, хоть я уже сто раз пыталась запомнить. Между прочим, iPad для мальчиков мы также покупали этого бренда, и они ничем не уступают более дорогим. Ну, во всяком случае, ничего сложного мальчики на них не делают. Там иногда в дороге что-то им включить, поиграть, когда далеко куда-то едем. И многие советовали мне робот-пылесос от этой марки. У меня у самой щетка Oclean, это как дочерний бренд, насколько я поняла, Xiaomi. Я покупала ее давненько, и до сих пор очень довольна. Видите, что я постоянно ее пользуюсь. Во всяком случае, я говорю вам об этом. Вот он, мой робот, кстати, тяжеленький, приехал супер быстро. Ну что, открываем? Вот такой дружок теперь у нас будет в хозяйстве. Так. Моя самая любимая. Вы уже знаете, как сильно я люблю инструкции. Вот. Вот такой он очень аккуратненький. Называется Roborock, и мне понравился Берлинг. Что это? Наверное, типа база какая-то. Не занимает много места. Кстати, для Томака это будет сюрприз, потому что он не знает, что я такую штуку купила. А, можно управлять им при помощи андроида. Как раз у Томака Samsung я пользуюсь айфоном. Ну, как-то проще, да? Можно установить приложение. О. Мне кажется, я знаю, чем займется сегодня Томак. Вечером. Это у меня модель S5 Max. Для меня все должно быть максимально. Знаете, просто нажми кнопку, и это должно работать. И тут же техника в руках дикаря. У меня нет другого описания ситуации. А, и смотрите. Под вот этой штукой, да, есть такая щетка, благодаря которой он будет собирать мусор и шерсть Микуси. Подключила в розетку, он запеликал, проиграла мелодия, не успела включить камеру. Ну, в общем, он сказал, что он заряжается. Поэтому встретимся чуточку позже и посмотрим, что за чудо такое техники. Налила воду к нему, все закрепила, вроде так, как надо. Сейчас проверим, что ли так плохо со мной. Или нужно вызывать помощь. Будет с кем поговорить. Ну-ка. Внимание. Ой, классно. Он сам как-то определяет территорию, которую ему нужно помыть. И не должен ударяться нигде. Между прочим, каждую поверхность он моет по дворам. А это, блин, мы испортили пол. Об этом потом поговорим. Как раз пристрою сюда. Товарищ, подожди. Камера. Ой, девочки, может вы мне как раз посоветуете. В общем, у нас разлилась здесь вода. И здесь кое-что стояло. И образовались вот такие пятна. Чем это можно убрать? Мы потом вызовем кого-то, чтобы почистили как-то доски. Это натуральное дерево. Без понятия. Но обидно, конечно. Мика еле пережила пылесос. Иди сюда, Микуся. Мика. Вам придется как-то уживаться, ты знаешь. Ну, прости меня, Кнопа. Блин. Ну, не бойся, Микусь. Ну, в общем, пусть он убирается. Я потом вам скажу. У нас не супер грязно, конечно, дома. Но все равно есть какие-то пылинки. И очень удобно, когда выходишь, да, он будет сам убираться. Девчонки, он реально делает влажную уборку. Я думала, он просто будет собирать пыль. И пока что я вижу, что он неплохо справляется. В приятном шоке первое впечатление очень положительное. Он сказал, что ему нужно зарядиться. Поэтому отправился на станцию. И в процессе, так сказать. Показала его только что в инстаграме. Вы мне пишите, что отличный выбор. И также девчонки говорили, что есть модели попроще, без влажной уборки. И некоторые даже писали, что у них там 5 лет, 4 года вот такие роботы-пылесосы. И что он до сих пор хорошо служит. И то, о чем я не подумала, это расходные материалы. Нужно дочитать, что там нужно в нем менять. И как раз во время распродажи докуплю сразу в большем количестве, чтобы потом не париться. У нас, конечно, Тома, как фанат чистоты, реально страдает, когда дома грязно. Может быть, не приготовлено дома. Но если грязно, он даже спать не пойдет. Он будет убираться. Но я сказала изначально, что как бы, sorry. Я, во-первых, не могу убраться так, как ему надо. А во-вторых, ему надо, пусть и убираться. Правильно? Поэтому так и живем. Сегодня мы с вами будем готовить польское блюдо под кодовым названием. Прощай, фигура. Польская кухня довольно тяжелая, жирная. Вообще не диетическая. Но поступил запрос от мужчин, что они хотят картофельную запеканку. За картофелем я сейчас схожу в гараж. Также у меня есть колбаска. В Польше колбаса очень-очень вкусная. Ее часто жарят на гриле. И я не всю буду использовать. Штучки, наверное, три. А может, четыре. Также лук. Масло. Буквально там одна ложка яйцо. Желтый сыр. У меня не знаю, сколько грамм. Напишу вам потом точно в мифобоксе. И сметана. Также приправы, но все базовые. Типа паприка сладкая, соль, перец. Ну, такие основные. Ничего сверхъестественного. Есть и картофан. Целый мешок. И еще мне нужна большая форма для запекания. Проблемы низких людей. Ничего не поняла. Нет формы. Типа гусятница мне нужна. Нашлась форма. У меня есть еще свежие лисички, но я не стану их класть в запеканку. Завтра утром сделаю на завтрак яичницу с грибами. Очень вкусно получается. Теперь займемся картошкой. И дальше по ходу дела буду делиться, что зачем. Вначале мы ставим отваривать картофель. И в это время мы займемся начинкой. Включаю YouTube. Это влог Наташи Нафи. Чтобы мне было веселее. И не так скучно. Я чищу картофель и буду отваривать его без кожуры. Такого количества, где-то около 10 штук, нам хватает на 2 дня. То есть для семьи, состоящей из двух взрослых и также двух детей. Мальчики любят польскую кухню. Чтобы картофель быстрее сварился, я заливаю его кипяченой водой. Солю по вкусу. На такое количество где-то 2 чайных ложечки. Накрываю крышкой. И иду резать остальные ингредиенты. Берем лук. Вовсе не обязательно двух цветов, двух видов. Просто у меня другого не было. Нам понадобится где-то около двух больших луковиц. Нарезайте так, как нравится вам. Я больше всего люблю, когда лук не слишком крупный. Именно в этой запеканке. И я его также не жалею. Потому что лук ужаривается. И его становится гораздо меньше. Ставлю разогреваться сковородку. С небольшим количеством растительного масла. И в это время нарезаю колбаску. Если вы когда-то были в Польше, вы знаете, что здесь она вкусная. Она действительно мясная. В ней есть такие вкусные приправы. И эта, которую я режу, была куплена в небольшом местном магазине. Здесь нет никаких непонятных ингредиентов. И также жира. Я сначала обжариваю лук. Периодически его мешаю, но не до золотистого цвета. Буквально немножко. И следующим шагом выкладываю колбаску. Посыпаю только сладкой паприкой перемолотой. И пока что это все. Сделаем наш соус. Я перемалываю твердый сыр в блендере. Многие теперь пользуются моим лайфхаком. Выкладываю банку сметаны. Приправы. Это мускатный орех. Базилик. И также розмарин. Если любите, можете добавить еще тмин. Очень вкусно получается. Чайную ложечку соли. И перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. А, забыла яйцо. Яйцо. Вот. И это все ингредиенты для соуса. Должна получиться такая густая консистенция. Вроде все просто, но немного затратно по времени. Я разогреваю духовку до 170 градусов. И начинаю выкладывать запеканку. Я также смажу дно формы при помощи масла. Картофель должен немножечко остыть, чтобы не обжигало руки. Теперь нарезаем его. Вот так. И выкладываем все слоями. У меня форма довольно большая. Поэтому, если у вас есть поменьше, но выше, то советую взять такую. Так как у меня получилось всего 2 слоя картофеля и 1 слой начинки. Можно выкладывать по-разному. Это не имеет особого значения. Но главное, чтобы поверх у нас была вот эта сметана с сыром, со всеми приправами. Чтобы образовалась вкусная корочка. Очень большая запеканочка у меня получилась. Выпекаем ее 25 минут. Запеканочка готова. Решила показать вам в готовом виде. Потому что сейчас придет Томик. И все уже не будет так красиво. Это, конечно, не самое легкое блюдо. В плане восприятия желудка. Но это одно из блюд, которые любят поляки. Которые они также готовят на костре и дома. Понятное дело. Единственное, что меня прямо разозлило, это картофель. Потому что он оказался слишком, знаете, разваристым. Выбирайте сорт картофеля, который держит форму после варки. Все. Приятного аппетита. Надеюсь, вам понравился рецепт. И пригодится. И не забывайте отмечать меня в инстаграме. Нет, не все. Давайте вместе наложим. Видите, как сыр классно расплавился. И сейчас мы с вами откроем вот такую посылочку, которая приехала ко мне из Бельгии. Я общаюсь с Аней Купер. Это моя коллега-блогер. И она занимается такими отливантами ароматов. Если вам интересен какой-то парфюм, Аня покупает большую бутылочку оригинала. Да, и потом вы можете купить что-то на пробу. Мне, скажу вам честно, жалко было купить Том Форд. Он супер дорогой. И у нас нигде нет тестеров. Поэтому я увидела у Ани и говорю, Аня, пожалуйста. И Аня мне любезно прислала. Так, это сладко. Это с ноткой вишни. Но не в стиле Том Форд. Если мне нравится, значит, это я в стиле Том Форд. Потому что в основном все ароматы Том Форд для меня как-то тяжеловаты. И мне их нужно разносить, понять, принять. А здесь все как-то, как мне кажется, простенько. Но вкусно. Просто мне кажется, что он более какой-то попсовый что ли. Но даже вишня с небольшой косточкой. В красном таком флакончике. И второй аромат я вообще нигде у нас не видела. То есть с тестером, без тестера. Это Лоэве. Магнолия. Аня их так распиарила. Что говорю, мне тоже надо. Пожалуйста, пришли и мне. Я оставлю вам тоже ссылку на Аню. Если вам интересен такой формат тестирования ароматов. Я думаю, что можно к ней обратиться. Она без проблем отправит. Это вот Магнолия. О, это интересно. Это ни на что не похоже. Ммм, как вкусно. Вот сладкий. Пудра, конечно же. Но если вы любите такие шлейфовые ароматы, то я думаю, что вам придется по душе. Я не знаю, как правильно тестировать ароматы. Я сразу на себя. Прикольно пахнет, мне нравится. А вот Томфорд как-то немножечко меня расстроил. И одна такая, у кого есть этот аромат, если он еще и будет нестойким, то я вообще, конечно, разозлюсь. Но очень удобно, что можно не тратить там 200 долларов или сколько они стоят, а взять вот такой даже не тестер. Видите, это большие такие бутылочки. То есть хватит реально попользоваться и понять, твое или нет. Так что, Анечка, спасибо большое. Прекрасное доброе утро. На самом деле мы проснулись уже давно. Малым не спалось. Но мы сейчас позавтракали и будем выдвигаться в горы. Мы сняли домик. Их здесь, как видите, несколько. Вот там есть побольше с беседкой. Большая зеленая территория. Все обгорожено, поэтому можно выпустить детей, собак. О, наша Мика там. Тоже небольшая детская площадка, но главное, это приезда, за которые мы сюда приехали. Но все-таки вот эти домики, вот эта архитектура в Закопанном, в горах, в Татрах польских, ни с чем не сравнится. Это так уютно, так красиво. И здесь вот такая небольшая терраса. Мы хотели домик с камином, и также некоторые были заняты, поэтому мы так немножечко на углу. Но все равно здесь нет никакого особого движения вечером, поэтому не страшно. И гляньте, у нас во дворике, получается, только мы сюда имеем доступ, есть такая купель теплая. Причем там с одной стороны кладутся дрова, и все это растапливается таким образом. Вечером вчера дети с мужчинами сидели. Я не люблю такой перепад температуры, разве что из сауны выходишь тогда, да. Так просто раздеться как-то, ну, вчера я не созрела, скажем так. У нас с сегодняшнего дня закрыты рестораны. Вот это колыба, в которой можно было поесть, также здесь были завтраки. Но сейчас это не актуально, мы сами готовим себе, потому что здесь есть кухня. Попросила Захара обуться. Сама уже все собирала, игрушки и все-все. И что вы думаете, приехал, мало того, что в разных парах обуви, так еще и два левых. Ну вот как такое, возможно, не проследила, называется. Какой облом, мы собрались идти в горы с Микой, и вообще были не в курсе, что сюда не пускают собак. Видим, что не мы одни, но как-то мне не совсем понятно, почему. Вы знаете, я очень люблю созерцать, и порой мне хочется поделиться, то есть показать вам то, что я вижу своими глазами, как я воспринимаю этот мир, на что я обращаю внимание. Но не всегда хочется что-то говорить, поэтому часто я снимаю много кадров, их просто миллион в моем телефоне, и периодически я оставляю их в свои влоги, чтобы вы тоже могли как-то больше, наверное, меня узнать, лучше узнать. И очень-очень люблю сама пересматривать такие кадры. Они как бы мысленно переносят меня в тот день, и еще раз проживаю все эмоции. Как бы тебе сказать, Игнашка, у меня нет выхода. Игнат чуть-чуть походил по горам. Зато ребенок активно провел выходные. Да, Лапа? Идем, пойдем мыться и стираться. Переодеваться. Да, Игнашка, я тебе говорила, сейчас очень-очень красиво. Такие цветные листья. И лес сейчас, конечно, обалденный. Я тебя тоже люблю, Лапа. У меня получился влог, немного шиворот на выворот, потому что мы были в горах, я там начала снимать, потом не закончила, и когда приехала, сняла начало влога. Мы сняли домики на несколько дней, и были там меньше, чем планировали. В экспресс-темпе я собрала у нас часов в 9 вечера, получается, в субботу, хотя мы могли спокойно остаться до воскресенья, у нас все было оплачено. Мы там были с нашими друзьями, и я подсмотрела у Марлены, так зовут девушку, кстати, очень-очень красивое имя, мне нравится. Еще нравится Мелания. Если бы у меня была дочка, то я бы назвала ее или Марлена, или Мелания. Привет, Никоко, Веронике. Кстати, она назвала дочку Мелани, и мы так с Томиком. А это было наше резервное имя для девочки еще много лет тому назад. Больше детей мы не планируем, но зато у Марлены я подсмотрела очень-очень красивую куртку. Она сказала, что она покупала ее в Stradivarius, и я говорю, знаешь что, я хочу такую же. Я заказала себе. Куртка, кстати, очень классная, по-моему, я промахнулась с размером. Это у меня S, и мне понравилось то, что она из зернистой типа кожи, и воротничок не белый, а кремовый. На Марлене это смотрелось очень красиво. Здесь такой вот тракторный замок, можно носить таким образом, и она удлиненная. У меня есть коротенькая, но зимой мне и холодно. И, скорее всего, я также убрала бы вот этот пояс, потому что он постоянно будет выпадать. Но сейчас смирну и посмотрим. У меня очень большая толстовка, она сама по себе объемная, и ткань плотная. И также мех вот этот не рыбий, а он все-таки тоже такой не лысенький, занимает место внутри, поэтому имеет смысл заказать на размер больше. И я тоже сейчас вижу, что если я планирую надевать что-то поплотнее под низ, таким был мой план, коварный план, то, наверное, все-таки S хорошо сидит. Качество мне нравится, и даже по сравнению с Zara получается выгоднее. В Zara много разных моделей. Вот видите, по всему периметру здесь есть псевдомех. Карманы, все дела. И я еще подумаю, наверное, оставлю. Я просто в расстроенных чувствах. Нам назначили лекарства. Ну, никак не лекарства, а от всяких там вот этих жучков, червячков. И я не знаю, что произошло. То ли оно не подходит. Нужно, наверное, обратиться к ветеринару, потому что вчера видно было, что она себя плохо чувствует. Она прям всю ночь так пищала, и потом просилась на улицу. Мы ее вывели. А после этой ночи, конечно, не хочу вдаваться в подробности, но у нее очень сильно болит животик. Да? Лапкин. И она сегодня вообще погуляла со мной, и целый день лежит, ничего не ест. И она у нас, в принципе, спокойная, я вам говорила. Так, что за репехи на тебе, Микуня? Ты лазишь везде? Вот, поснимаю с нее всякое. Это такая странная, удивительная порода, которая вообще не похожа по поведению на других собак, ни по отношению к другим собакам. Она вообще практически никогда не лает. То есть это не только наша, а в принципе. Также она часто ведет себя как кот. Вот. И иногда говорят, что она не подходит для семьи, а то он пошел играться новым пылесосом вниз. Но я считаю, что многое зависит от характера питомца. Потому что она у нас такая сладкая, она такая терпеливая, она такая ласковая к детям. Она их обожает. Она не может дождаться, когда мальчики придут с детского сада, там, со школы. Она готова играться, она готова сторожить. Если там приходят дети домой, да, она будет сидеть в той же комнате, наблюдать за ними. Везде ходят потом. Тогда мне изменяет. Ну, Микунь, ты поправляйся. А еще одно, она вообще не пахнет собакой. Вот, нет, шерсть не пахнет, и также изо рта не пахнет совершенно. И у нее шерсть такая, которая как бы, она наверняка чем-то пропитана, но после нее чистые руки. Просто обалдеть. Такая необычная. Акито Ину у нас та, которая побольше, она еще не выросла полностью, потому что ей только 8 месяцев, то есть она еще подрастет. Лап, если тебе будет плохо, я сегодня буду с тобой здесь спать, на коврике. Да? После стерилизации я тоже спала с ней внизу, но сегодня ты меня, Микунь, напугала прям. Что вы, осваиваетесь? Подружитесь? Только ты не грози, пожалуйста, новый пылесос. Но к этой газонокосилке она привыкла. Видишь, Микусь, не бойся, пойдем. Завтра у Захарочка в школе бассейн. У них это в школьной программе. И сейчас буду собирать вещи. Кстати, в школе также выдали два вот таких мешочка. В один складывается спортивная форма, а во второй все, что нужно для бассейна. И у всех они одинаковые. Здесь вот подписано все, какой класс и имя ребенка. И что у меня здесь? Помимо мешочка, все остальное я покупала сама в Декатлоне. Это такой магазин, где все можно приобрести для активности, для занятий спортом, для ночевки где-то там в палатках. Ну, в общем, я думаю, что если у вас есть эта сеть, то вы наверняка знаете, там можно и самокаты приобрести, и велосипеды, и лыжи. Мы туда постоянно заглядываем, потому что, ну, заходишь и сразу все в одном месте. Значит, во-первых, это, конечно же, плавки. Мы убили плавки. Те, которые были у нас летом на пляж. Я сначала думала положить обычное полотенце, но потом увидела это. Оно тоненькое, легкое, супер мягкое, и хорошо впитывает влагу. Также шапочка. Одну мы уже посеяли, купили вторую. Ну, Сахар вообще постоянно приходит без чего-то. И вечные поиски. У нас есть чат с родителями, и кто-то ищет брюки, кто-то ищет форму. Короче, подписывая, не подписывая, они все путают. Ну, дети. Также обязательно тапочки. Я не покупала что-то брендовое. Это именно в основном собственный бренд Декатлона. И также очки. Это вот то, что обязательно. Также я нашла очень удобную сумку для мокрых вещей. Она пластиковая, также она не промокает. Вижу, что не подписала, забыла. Сейчас этим и займусь. Так что я сейчас спакую Захарчика, и он будет готов. Сегодня у нас с вами прямо какой-то влог распаковок. Хоть марафон и закончился, но при покупке марафона от Лерчик, это не была реклама, я вам говорила, да? Там каждый получал бесплатные товары. Летик. Кстати, очень хорошие отзывы на них. Давайте сейчас открою и посмотрим. Вот такой у меня кокосовый скраб, и еще мятное обертывание. Я очень редко делаю, я ленюсь. И в марафон я тоже призналась вам, что я не выдержала. Ну, если сильно захотеть, то, знаете, можно в космос улететь. Надеюсь, что у вас с этим получилось получше. Решила показать вам проверенное, то, чем я пользуюсь долгое время. Мне очень нравится. Пооткрывала все теперь такой аромат. На вот этот я недавно делала обзор. Кстати, после него дело самое такое напитанное, потому что здесь в составе есть масла. И это оба сахарные скрабы. Еще мне нравится Giovanni с ароматом шоколада. На зиму вообще отменно. И также как-то покупала раньше, достала его с душевой кабины. Немножечко он, видите, уже затертый. Я, кстати, не раз его покупала, второй раз заказывала. И у него такой более фруктово-свежий аромат, что-то в этом духе. И он самый мощный. Вот он, такой прям хардкор, дальше Giovanni, и потом вот этот. Пойду порой в своих косметических запасах, потому что закончился вот этот крем. Все собираю в пустые банки. Он очень классный. Из серии дорогих. Тоже обалденно восстанавливает кожу. И как только позаканчивалось все, что работает на восстановление, я за это жутко поплатилась. Как только страдает защитный барьер кожи, происходят просто самые отвратительные вещи. Это сухость и это прыщи. И мы, кстати, поехали в Закопанное. Как-то так собиралась, что я вообще забыла взять какой-либо крем. Хотя я была уверена, что у меня с собой есть миниатюра Веледы. Короче, меня обсыпало не по-детски. И вообще, я боялась посмотреть на себя в зеркало, потому что каждый раз подходишь и тут, и тут, и тут. В каких-то местах, где у меня никогда ничего не бывает. Но практически на носу, например, у меня редко что-то выскакивает вот здесь. Ну, короче говоря, это было жутко. Я зашла в аптеку и нашла вот такую миниатюру. Это тоже фармацерис из линейки, которую я вам советовала. Только это не на основе миндальной кислоты, а с салициловой кислотой. И он за два дня хорошо поубирал мне прыщи. Поэтому, если вы живете здесь, если у вас доступна марка фармацерис для точечного применения, тоже могу советовать. И когда уже приехала домой, сразу масочки, что-то там начала выискивать, чтобы как-то помочь лицу прийти в себя. И также сейчас пойду, понахожу что-то с церамидами, потому что это то, что всегда работает на ура. Вот такой малыш, он абсолютно прозрачный на коже. И не знаю, на всех ли он так хорошо действует, но я даже не рассчитывала, просто купила в аптеке. Написано, что это новинка. И заплатила я за него около 30 злотых. Кто заказал себе такой ужин? Вот как вы думаете? Это бруссельская капуста. Я ее просто отварю с солью, и потом добавлю маслица. Игнашка купил себе, и сказал, что он будет есть бруссельскую капусту, что здесь много витаминок, и что запеканка просто закусит. Я съела чуть-чуть, остальное съел Томак. По-моему, запеканка удалась. Идешь? Очень вкусно и полезно. Да. Важно теляться. Будешь здоровы? Так много витамин? У нас. Бруссельская капуста. Очень вкусная наша. А расскажи, что ты купил. Помимо таблицы умножения, у нас еще и деление. Уже вторую неделю. Я, конечно, обалдеваю от такой программы, но вижу, что ребенок быстро схватывает. Наверное, дети как губка, знаете, впитывают больше, чем нам кажется, и очень быстро учатся. Теперь время английского. Захарка не может дождаться. Это не реклама, это наша школа сотрудничает с вот такой интернет-страницей. Я так понимаю, что они имеют какое-то отношение к Кембриджу, и также дети в конце 8 или 9 класса сдают экзамены, сразу получают сертификат. А пока что мы вот изучаем английский язык, это домашнее задание. Подожди, Захарка. 12 уроков, и в конце каждого урока есть 2 игры. Так, вот мы первые делали вчера урок с тобой. Глянем. Слова сначала, и потом грамматика. Не, она вот на работе. Это мы с тобой делали вчера, да. Видите, мы только вчера получили доступ. Нет, игра, подожди, сейчас будет. Поэтому мы не сильно еще раздупляемся тут, но мы стараемся. Это мы вчера делали? Так, а я нам рассказывала. Ну, потому что тут каждый день можно хоть проделывать. Нет, у них... У них также книжки были, там в каждой книжке есть код для того, чтобы активировать все эти задания. Захар, получается, мы вчера с тобой все проделали, что ли? Нет. Ну, вот давай посмотрим третью. Как видите, у нас тут... О, это мы с тобой сделали. О, Захар, какие мы с тобой молодцы. Я просто в шоке. Стандартный вечер. Упчели ли они, видать? Видать, видать. Сейчас у нас очень красивая книжка. А кто ее так примял? Некрасиво, а? Не знаю. Не знаешь? Не такая. Нам привозили, да? Будем «Снежную королеву» читать. В сотый раз уже. Ну, раз нравится, значит, надо. Это мы собираемся укладываться и спать. Спасибо, что провели этот влог со мной. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно ваша обратная связь. Все, всех целую и внимаю. Пока-пока. Попробую усыпить обоих. Попробую усыпить обоих. Попробую усыпить обоих. Попробую усыпить обоих.